Всем привет, сегодня мы поговорим об такой игре как Shatterline, а если быть точнее, об оперативниках и системе вооружения. Сначала начнем с оперативников. Их можно посмотреть в главном меню во вкладке оперативников. Всего в игре 8 персонажей. Мангуст, Малево, Стрикс, Кай, Бриса, Пил, Орбит, Рэм. К сожалению, новые персонажи будут выходить только после релиза. У оперативников есть уровни. Всего 8 уровней. При открытии нового уровня вам будут выдаваться бафы. По типу увеличение количества использования способностей, уменьшение отката способностей, увеличение времени действия ульты, дом патронов к основному оружию и новые гаджеты. Перейдем к классам. Все оперативники поделены на классы. В каждом классе по 2 оперативника. Штурмовики. Это Мангуст и Орбит. Имеют способность с дэш и ускоренную регенерацию. Поддержка. Мальва и Пил. Быстрее и с полным здоровьем реанимируют упавших союзников. Экзо. Стрикс с Рэмом. Могут быстро перемещаться и выбивать двери благодаря экзоскелету. Разведчики. Кайт и Бриса. Могут залазить на высокие уступы. Теперь расскажу про гаджеты оперативников по порядку. Мангуст. Из обилок у него дымовые гранаты. И обычные гранаты. Смачно, Гудовбань. Также на восьмом уровне открываются светошумовые вместо домовых. Спецобилка. Это гранатомет. В контакте с противником моментально взрывается. Если не попали, взрывается и со временем. Мальва. Имеет аптечки и дронопинчеры. А аптечки быстро восполняет здоровье. Вместо аптечек, также за восьмой уровень, имеются лечебные гранаты. Они моментально восстанавливают здоровье. Дронопинчер в ближнем бою атакует врагов, наносит по 60 урона. Спецспособность. Это электронный лазарет. Увеличивает скорость нагревации здоровья и уменьшает входящий урон на 20%. Стрикс. Барьерные гранаты. И кристальная граната. Барьерные гранаты строят полноростовую баррикаду. Кристальная граната. После взрыва выбрасывают вокруг кристаллы, что замедляют и наносят урон. Док гаджет. Это зажигательная граната. Ульта. Это миниган. Кайт. Также владеет барьерными гранатами, но меньших размеров. Также в его вооружении имеются мины с дистанционным управлением. При приближении врага начинает пищать и мигать, из-за чего можно взрывать, даже не видя противника. Вместо мины можно брать клеймор. Также открывается на восьмом уровне. Ультимейт. Это кристаллиновый револьвер. После выстрела оставляет большой хвост, что замедляет и наносит урон. Бриса. Имеет мины ловушку. Урабатывает, если наступить, вокруг вырастают кристаллы. В центре этой ловушки наносится урон. Убивает, если не выбраться. Кристаллин можно расстрелять, чтобы сбежать с нее. Также имеет невидимость. Делает Брису полупрозрачной. Если прицелиться или выстрелить, перестает работать. Топ гаджет. Электробарьер. Бросает под себя и в малом радиусе наносит урон. Ульта. Это кристаллиновая винтовка. Однозарядная. При попадании противника ваншотает. Если враги стоят рядом, их тоже задамажит. Вот о, вичини. А я до вас пришла. Спил. Имеет меддроны, что самостоятельно реанимируют. Союзников или самого пила. Стазис гранаты замедляют в ПВП и не дают использовать способности и прыгать. В ПВЕ замораживают. Вместо стазиса есть квантовая глужилка, что уничтожает гаджеты вражеских оперативников в малом радиусе. Спецспособность. Это кристаллиновый трубовик с зажигательными патронами. При прямом попадании шансов выжить нет. Если наступить в огонь, очень быстро может убить. Орбит. Имеет уникальный дэш за уровень для телепортации, во время которой он неуязвим. Гаджеты. Это дрон, что подсвечивает противников сквозь стены. Граната Рой. При взрыве вылетают мухи, которые сами летят к ближайшей цели. Ультимейт. Это кристаллиновая инъекция, которая дает на время, броню и убивает ближайших фрагов. Гравий пушка, которую можно заряжать, из-за чего увеличивается дальность. Также есть ваншот топорики. Имеет баллистику. Дополнительный гаджет. Это взрывные топорики. При попадании не убивает сразу. Оставляет 60 хп, из-за чего враг может подорвать и еще союзников, но также может взорвать и вас. Ультимейт. Это полет. Пролетая над врагом, вы его убьете. При приземлении, вы убиваете ближайших фрагов. В кладке арсенал можно посмотреть все доступное вооружение и возможность его кастомизировать. В игре представлены такие типы оружия, как штурмовые винтовки, пистолеты, револьверы, дробовики, пистолеты-пулеметы и снайперские винтовки. Дробовики разделяются на помповый и полуавтоматические. Винтовки также поделены на болтовые и полуавтоматы. Изначально вам выступен только первый ранг оружия. Для получения нового ранга оружия вам надо повышать уровень. Чтобы повышать уровень, надо убивать с этого оружия. За убийство вы получаете очки, которые идут в опыт. Чем выше ранг, тем больше надо опыта для разблокировки. Уровень отображается снизу. При повышении уровня открывается все оружие на этом ранге. Также есть оружие в батл пассе. Покупать премиум версию не нужно, их можно получить бесплатно. При выборе оружия отобразятся его характеристики. Уровень прокачки, урон, скорострельность, точность, стабильность, дальность, оглушение, скорость перезарядки и емкость магазина. В кастомизации оружия можно установить модификацию, модули, патчи, счетчик убийств, наклейки, брюки и скины. Модификации это скины с перком по типу увеличения скорострельности или точность. Модификации разделяются на легендарного качества и эпического. Мода крафтится из чертежей во вкладке крафтинг за 300 чертежей. Чертежи можно получать из ежедневных заданий или прохождения экспедиции. На легендарные модификации можно устанавливать обычные скины, брюки, скины, патчи и наклейки получаются из кейсов за задание, уровень батл пасса или из кейсов в магазине. А теперь перейдем к модуле. Модули это обвес на ваше оружие по типу прицелы, лцу, дтк, рукоятки и тому подобное. На оружие можно установить до трех улучшений. Изначально вам будет доступен всего один слот под модули. Еще два можно докупить за внутриигровую валюту, получаемую за игры или задания. За достижение нового уровня оружия вам открываются новые модули. На каждом оружии почти все модули уникальны. После открытия всех модулей оружие будет иметь еще один левел, на котором будет открыт счетчик убийств. Своё вооружение можно менять прямо в бою, а также обвес к нему. Кастомизированное оружие можно испытать, не заходя в бой на полигоне. Зайти в него можно во вкладке арсенал в нижнем правом углу. Ты не подписался? Нет, нет, я подписался. Съебалась, чудищ.